Что вы можете сказать об таком человеке, как Осипов? Ну что сказать? Ему сколько лет? Ну 84, наверное, уже. 83. Для чего он бреется? Один вопрос. Дальше. Зачем он носит масонский галстук? Он стал профессором тогда, когда верующих близко не подпускали семинарии Академии, я там был. А его сделали профессором. Это надо 10 раз душу заложить дьяволу, чтобы туда пробиться. По Писанию это немного говорит. Да, говорит иногда по делу. Он перепортил-то тысячу людей, священники-то от него уходят. Он их учил. И что они делают? Крещения нигде нету. За деньги все. Фактически Русь не крещеная. Это все его дела. Растут. Я высылал ему свои идеи, поотдельно были во вкладыши, посылали. Если он православие, то он признал, все, как будто нормально. У меня доверия к нему нет на 1% даже. Да, я тоже что-то плохо к нему отношусь. Ну, вот я сказал, что зачем ему галстук носить и скоблить себя в 80 с лишним лет? 80 с лишним лет. Да, да. Он масон, может быть, последних степеней. Все делает там, получает награды за это. Вот люди, которые выходят в священники, это его ученики. Они шагу не шагнуть, чтобы мамону не обрезать. Спасибо за ответ. Я открыто говорю. Мне с ним, кажется, детей не крестить. Так, еще кто есть? Так, отхожу. Надо тогда его учить, этого Осипа, тогда учить надо. А еще вот это самое полис. Вот сейчас вот полис заменяет, старый медицинский полис на единый там какой-то там полис. Я не понимаю, что вы хотите? Полис, вот говорю, полис. Мишла, чтобы заменили полис старого образца на полис единого образца. А они, наверное, там будут как эти самые электронные, наверное. Я не знаю даже, что и говоришь. И к чему не приложу. Ладно пока, отошел. Да. Угу. Продолжение следует...